Особое мнение на 101FM Кто еще не успел, пожалуйста, у кого есть номер телефона, звоните У кого нет, я думаю, что можно через городской как-то телефон поздравлению передать Ну или потом, может быть, как-то встретитесь, увидите, тоже поздравите Ну мы, кстати, про законодательное собрание сегодня тоже поговорим Но начать бы я все-таки хотела, наверное, не с региональной темы, а с городской Хотя отчасти, наверное, и для региона эта история очень важная Это история с генеральным планом города Кирова Генеральный план города готовился довольно долго Сегодня в 5 часов вечера будет собрание в рамках общественных слушаний Такое живое собрание, оно будет транслироваться в Ютьюбе Можно будет понаблюдать за всем за этим Обсуждают те предложения, которые были сделаны Институтом Гипрогор Для изменения и развития нашего города На документ получено отрицательное заключение областного правительства И это, честно говоря, несколько меня удивило Потому что работа велась много месяцев, как так вообще? Ну, это техническое отрицательное заключение Потому что на территории города Кирова расположены, скажем так, участки и объекты Находящиеся в зоне регулирования областных властей Соответственно, есть некие нестыковки по позиции областного правительства И по планируемым вариантам, используемым в соответствии с генпланом Который зарабатывает городская администрация То есть это исключительно полномочия взаимная И я думаю, что после устранения недоработок Ну, все же будет получено положительное заключение на генплан со стороны правительства А зачем тогда проводить сейчас общественные слушания? Потому что на общественных слушаниях рассматривается генплан в целом Как стратегический документ Вот эти частности, они не повлекут, скажем так, глобального влияния То есть изменений в документе не будет Они будут носить, на мой взгляд, технический характер Вот не могу не отметить плюсы Так Обычно не хвалю городскую администрацию И уже был готов поругать за то, что совершенно нечитаемые, неудобоваримые в разных форматах документы к генплану И в отпуске увидел, что размещена такая хорошая выжимка, компиляция из генплана Как раз к общественным обсуждениям, которые достаточно внятно и коротко рассказывают об основных подходах То есть вот о этих слоях, так называемых Экологический каркас, такой транспортный каркас, прочее, прочее То есть это плюс, плюс трансляция в Ютьюбе То есть возможность, чтобы в общественных слушаниях приняло участие большое количество людей Но не могу не поругать То есть, на мой взгляд, если уж действительно интересно мнение жителей по поводу генерального плана То обсуждение можно было бы, и закон это не запрещает, проводить, начиная с низов Ну хотя бы с опорой на центры местной активности, которые есть в каждом районе нашего города Собрать инициативных горожан и рассказать им о том, что будет с их конкретным районом в перспективе Какие зоны новые появятся, какие ждут изменения в плане транспорта, инфраструктуры, комфортной городской среды и т.д. и т.п. Для того, чтобы люди сами могли на местах оценить информационную работу Это не обязательная история Это не обязательная история, но история, которая желаема Потому что достаточно большое количество мнений в интернете по поводу генерального плана То есть люди берут, сами скачивают эти вот огромные файлы, документы терпланирования И часто, не видя общей картинки, делают далеко идущие выводы о том, что вот там застроят парку дворца пионеров образовательными учреждениями Там ТОСИ 5-е, 10-е Вот чтобы этого не было, ну каждый раз говорим о том, что нужно информационное сопровождение заблаговременное То есть, ну не сегодня у нас это генпланы, первые эскизы появились Наверное, надо было все организовать немножко по-другому Есть большие вопросы и, наверное, самая большая тема, которая вызывает у людей опасения А вообще мы этот город-сад увидим когда-нибудь, потому что агломерация кировская, там мосты туда, обходы сюда Особенно с учетом того, что в предыдущем генеральном плане была большая часть планов, собственно говоря, не реализована И люди подмечают, что, скажем так, основной механизм финансирования, это реализация генерального плана Это, ну, федеральные деньги, нацпроекты и т.д. и т.п. А вдруг там... А если их не дадут? Да, если не дадут, а если то, если все Ну, тут надо понимать, что генплан это не догма и не стопроцентно он будет реализован Такого не было никогда и нигде в Российской Федерации Но, наверное, вопрос финансирования стоило бы, опять же, с людьми глубже прорабатывать И, может быть, включать в генеральный план не только вот эти вот большие... То есть то, что будет строиться на большие федеральные деньги А подключать механизмы инициативного бюджетирования, то есть где люди сами могут... Которого у нас нет в этом году Тем не менее, вот посмотрите, инициатива совершенно частная по благоустройству Кировских рек, она же продолжается То есть вот буквально недавно по улице Кирпичной на Московскую выходил, я вижу, что там... Муткин парк там делают ребята, они были у нас в гостях Улички вырубили, значит, я вначале думал, что там свалку организовали А на самом деле они собрали мусор в вырубленной ветке уже позавчера, и я проходил, не было ничего Молодцы делают там, и такие частные проекты, их точно надо было включать в генплан А как их можно включать? Ты же не знаешь, организуется инициативная группа или не организуется? Надо организовывать, собирать эту информацию, работать с местными сообществами Но это же не в один конец должен быть процесс То есть я почему говорю, что надо собирать информацию с мест о том, что люди планируют или хотят видеть в своем районе И это вот в качестве кирпичиков в генплан собирать Еще одна странность, на мой взгляд, то, что совершенно параллельными курсами у нас идут стратегии развития города Кирова и генеральный план То есть, на мой взгляд, это два взаимосвязанных документа, которые делали разные разработчики И стратегию это серьезно переписывают и дополняют, в том числе по итогам работы групп шести, по-моему, на которых проводилось ее обсуждение Отразится это на генплане? Не отразится, на мой взгляд, должно отразиться, потому что люди существенно меняют подход к тому, каким город должен быть Я правильно понимаю, что вообще по уму сначала надо было стратегию разрабатывать и после этого только заказывать генеральный план? Ну, мне кажется, что да, но здесь вопрос времени, потому что город без генплана существовать не может априори То есть это паралич просто всей застройки А действие предыдущего заканчивается в этом году? Да, заканчивается в этом году, да То есть вот так вот, к сожалению, получилось То есть в целом... То есть проспали? Да Но в целом я считаю, что после того, как вот это сегодняшнее обсуждение пройдет Надо сделать то, о чем я говорю, то есть надо эту информацию донести до жителей микрорайонов города И обсудить с ними эту информацию, что будет там То есть, грубо говоря, вопрос переноса Кировского автовокзала или организации нового автовокзала в районе станции Киров-2 То есть если это не обсудить с людьми сегодня, то когда вот это начнет реализовываться без обсуждения с местными жителями, бахнет Вот поверьте, там и жители Тихого, такого тупикового микрорайончика около Кирова-2, они не сильно обрадуются соседству А автовокзала разве предлагается туда перенести? У нас планируется перенос автовокзала центрального к вокзалу железнодорожному И планируется организация еще двух пунктов То есть... В Новоавиадске? В Новоавиадске и в районе Киров-2 Киров-2, конечно, сонный район совершенно Но я не знаю, там поезда, если только вот куда-то на подлос идут И вот к тому, чтобы там не бахнуло, вот это надо обсуждать, чтобы люди сегодня понимали, что будет у них возможно через 10-15-20 лет Я еще хотела спросить, Роман, а вот история с общественными этими слушаниями, общественными обсуждениями Ну пришли люди, какое-то определенное количество, допустим, да, сегодня вот на собрании Какое-то еще количество людей высказало свое мнение, там, я не знаю, по почте электронной Или пришло в администрацию, познакомилось с документами и тоже там где-то галочку поставило Либо согласен, либо не согласен Вот это не декоративная история вообще Но если окажется, что большее количество пришедших кировчан скажет Не, нам что-то не нравится вот это Что вы придумали Пытались в свое время переломить, в том числе с федеральными коллегами из УНФ Потому что действительно в законодательстве и в экологическом, и в катастроительном Все публичные слушания, их решения, акты, которые по их итогам рождаются, они носят рекомендательный характер Органы власти вправе прислушаться, а вправе и не прислушаться Тогда вообще непонятно, зачем туда приходить Но если ты не любопытный и не хочешь знать, что с твоим городом будут делать в ближайшее время Если городские власти видят в этих слушаниях неформальный некий механизм Механизм работы с общественным мнением и информированием людей То надо не ограничиваться только этим, а идти на места и с людьми это разъяснять, обсуждать Ну и уж точно учитывать, потому что есть и серьезные косяки, которые кировские общественники Вот я видел в пабликах информацию, обратили внимание на нестыковки, на рассогласования какие-то То есть это точно надо менять. Возможность пока такая есть То есть еще не поздно это все делать? Нет И не поздно будет даже тогда, когда вот этот период обсуждения общественного закончится? Потому что итоговый акт оплаты выполненных работ, акт приемки этих работ и оплата, она не произведена То есть до этого момента вполне можно заказчику в лице городской администрации, генеральному подрядчику, гипрогору Нам некие моменты указывать. Вполне можно Ну и я так понимаю, что в генеральный план все-таки возможно вносить какие-то изменения Даже уже после того, как он будет принят в общих таких как бы чертах, в общих рамках Возможно, но это сложная процедура, конечно. И, наверное, лучше учесть моменты вот сейчас на входе Потому что кировские застройщики, например, говорят о том, что их не устраивает, скажем так Почти что возврат к точечной застройке, хотя имеется в виду совершенно другое Там заработчики генплана говорят о том, что в Кирове большие градостроительные разрывы Ну то есть зоны отчуждения, которые никем не освоены Ну про промзоны так называемые или нет? Они правильно говорят о том, что город расползается бесконтрольно И мы скоро встанем в такой транспортный, в том числе и общественного транспорта, коллапс Потому что вот из всех этих новых сел, поселочков, райончиков, коттеджных, там, дачных Зон удаленной застройки надо людей вывозить каким-то образом будет И организовать там учебу, организовать общественное питание Застройщики заинтересованы в том, чтобы землю взять дешевле, построить и продать А город заинтересован в том, чтобы, ну скажем так, максимально компактным То есть о компактности города, разработчики генплана Они вот неоднократно говорят там в своих документах, в интервью, которые говорят Наверное, надо дальше работать застройщиками Потому что без них мы не выполним показатели ни нацпроекта строительства Жилье, точнее, ни показатели генплана в плане увеличения объема ввода Ну и, на мой взгляд, численность населения, которую там прогнозируют к 40-му году 605 тысяч человек, она такая оптимистично занижена, потому что... Больше к нам из районов области переедет? Уже переехала То есть, ну, тема, которую не раз обсуждали в Кирове Проживает несколько десятков тысяч людей, которые не прописаны Которые снимают квартиры, прописаны они в районах области То есть это же нагрузка на инфраструктуру, на все Ну, так или иначе, обсуждения пройдут Думаю, что кто сможет принимать участие, не смогу просто из-за занятости Я сегодня первый день вышел и просто вот с утра там зашиваюсь Но с интересом посмотрю потом запись на Ютьюбе Роман Титов, нашей студии, вице-спикер законодательного собрания И мы продолжаем Заговорили про городскую агломерацию Киров, Кирово-Чепецк-Слободской Ну и вообще эта история не только с агломерацией связана Мы все понимаем, что утилизация отходов Это вопрос такой, ну как бы с каждым годом все более и более острый Вот история со свалкой в Осенцах, да? С полигоном С полигоном, простите Свалки в Осенцах нет Свалка в Вахрушах и слава богу в этом году она будет полностью ликвидирована Идет рекультивация Прости, полигон ТБО, да, в Осенцах На прошлой неделе появилась информация о том, что устояло решение о, как я понимаю Недействительности выданного разрешения на строительство первой очереди полигона И вот на фоне всей этой истории опять начались разговоры о том, что Осенцы возведены незаконно Осенцы, значит, должны быть закрыты Между тем в Осенцах, насколько я понимаю, уже согласовано строительство второй очереди Которая, в отличие от первой, должна действовать то ли 7, то ли 8 лет 8 Вот, и никто сейчас не понимает, будут закрывать полигон или не будут его закрывать А если закроют, то куда все повезут? По пунктам я говорю исключительно юридически и основанность на тех документах, которые я видел Во-первых, никто не оспаривал, насколько мне известно, в судебных заседаниях законность текущей эксплуатации полигона в Осенцах То есть этот вопрос не рассматривался Я вообще, честно говоря, не очень понимаю Речь шла только о признании недействительными или незаконно изданными ненормативных актов Слободской администрации То есть это акт ввода в эксплуатацию и это разрешение на строительство То решение, о котором мы говорим, это акт ввода в эксплуатацию То есть это бумаги исключительно То есть признание незаконным акта ввода в эксплуатацию, он не влечет автоматически закрытие объекта Очень интересно, то есть его незаконно, получается, ввели в эксплуатацию Или с нарушениями какими-то, но работать он может Подождите, на момент ввода объекта в эксплуатацию и его строительство Инвестор частный, собственно говоря, у него были все бумаги, подтверждающие законность такой деятельности То есть у него было выдано Слободской администрации разрешение на строительство У него были госэкспертизы и прочее, которые вообще никто не оспаривал Государственную экологическую экспертизу И после окончания строительства был выдан акт ввода То есть на основании чего было зарегистрировано право собственности на объект И он начал эксплуатироваться, был включен в Федеральный государственный реестр объектов размещения отходов То есть все суды, которые сейчас касаются, они касаются ненормативных актов То есть бумаг, грубо говоря То есть для того, чтобы запретить деятельность существующего объекта Это необходимо совершенно отдельное решение Которое автоматически не проистекает, насколько мне известно, из принятых судебных решений По второй очереди, а на самом деле как раз по первой Потому что вторая очередь это маленький объект, который заканчивает свою эксплуатацию Потому что он построен был раньше? Да То есть вторая очередь была построена и первой? Ну просто потому что на начале мусорной реформы Средств на то, чтобы построить большой объект, их просто не было Существующая карта, она уже заканчивает свою эксплуатацию И должна в ближайшее время, вне зависимости от решений государственных, муниципальных органов Она должна будет закончить свою судьбу, закрыться и уйти в дальнейшем на рекультивацию Как требует федеральное законодательство Что касается второй карты, первой, большой, которая не построена, которая строится Восьмилетней По ней получены все разрешения, в том числе получен документ, которого не было И что стало причиной судебных разбирательств Это согласование в соответствии с требованием воздушного кодекса С собственником аэродрома ДОСААФ На размещение объекта Такое право воздушным кодексом То есть он не запрещает воздушный кодекс размещения объектов То есть ко второй очереди, которая на самом деле первая К ней таких претензий не будет уже Есть соответствующее разрешение И строительство сейчас ведется По моим оценкам, я не был энное время на объекте Хотя стараюсь, бывая в районе, заезжать на оба объекта Наверное, к концу осени объект будет завершен То есть не получится такой ситуации, что некуда будет везти кировский мусор? Нет, такой ситуации получиться не должно Но, на мой взгляд, были вопросы по действующей карте Неоднократно выезжали мы туда с активистами И были вопросы к обеспечению отпугивания птиц Были вопросы к тому, что существовавшее ограждение Низкое, оно не препятствовало разлету мусора И все эти недочеты были устранены Надо и по большой карте такими же вещами делать А вот технически, я думаю, что вообще правильно было бы Чтобы правительство Кировской области Как ключевой собственник регионального оператора Как регулятор в сфере обращения с отходами Оно заключало бы соглашение с собственниками объектов То есть давай, дорогой, мы вот тебе даем объем отходов на размещение Это полномочия правительства перенаправлять эти потоки отходов А ты обеспечиваешь соблюдение требований экологического законодательства Учет мнений местных жителей и прочее, прочее Вот если всего этого нет, то фиг тебе, а не объем отходов То есть, на мой взгляд, заключение такого соглашения Ты построишь полигон, но мусор туда не повезут Ты должен эксплуатировать это все в соответствии с законом И в соответствии с требованиями безопасности местных жителей Мне кажется, это нереальная ситуация, Роман Ну не будет такого никогда Это абсолютно реальная ситуация И возможная экрелизация, и закон ей не препятствует Соглашения заключаются в ряде регионов То есть, наверное, правильно, то есть, грубо говоря Вот региональный оператор же правит потоками управлять Нет, соглашения это могут подписать Просто вопрос в том, что будет ли это все соблюдаться Так, как это прописано в соглашении Я считаю, что региональные власти заинтересованы в том, чтобы это соблюдалось Мне так кажется А обеспечить соблюдение они могут? Или будут глаза закрываться? Это полномочия Министерства по охране окружающей среды И регионального оператора, который надзор осуществляет И все? Да Хорошо, самое главное выяснили По словам Романа Титова Не должно быть проблем со строительством второй очереди полигона в Осенцах Это не значит, что не надо приглядывать за тем, что там происходит Разумеется Еще одна тема Роман, я бы попросила ее все-таки прокомментировать Эта история связана с выборами С предстоящими выборами в законодательное собрание Они у нас в следующем году, насколько я понимаю, да? Да Они в следующем году Я, честно говоря, вот все, что видела, это сообщение в СМИ О некой инициативе депутатов сократить количество депутатов В следующем созыве Если я верно понимаю То есть комментировали вы Комментировал ваш коллега Федор Киселев И комментировал еще Аравий Нургалеев Да, в Яцкие поляны Совершенно верно То есть в общих чертах что предлагается, если я верно понимаю Сократить число депутатов Сейчас их 54 Не знаю до какого количества, да? И сократить за счет не одномандатников, не тех депутатов, которые по одномандатным округам избираются А за счет списочников Давайте начнем Процедуру давайте слушателям расскажем Сколько и кого? Давайте с цифр начнем Москва Население Энное количество миллионов человек В Московской городской думе 45 депутатов Петербург 50 депутатов Саратов Крупный регион Привозовский федеральный округ 45 депутатов А Пенза Кто был, знает примерно Пенза, это как Киров 36 В Вологде У наших соседей, например, 34 В Хабаровске, которые в последнее время звучат 36 300 тысяч 36 в Хабаровском крае Немаленький А в республике Коми, уж точно немаленькой республике 30 депутатов 15 на 15 То есть половина списочники, половина одномандатников Кировская область 1 миллион 48 тысяч избирателей 54 депутата 54 это почти на 9 депутатов больше, чем в городе Москве То есть вот это зачем? Исторически так сложилось Ну окей, исторически сложилось Но разве ж это повод оставлять все как есть То есть смотрите Ну как зачем? Чем больше депутатов Тем как бы Меньше количество избирателей На каждого депутата Тем больше у него шансов с ними Плодотворно и качественно работать Избиратели, которые работают с каждым конкретным депутатом Это как раз мы говорим про одномандатников Это люди, которые четко, жестко закреплены за округами За них адресно, как за личность За известную персону голосовали депутаты Вот они с территориями работают А списочники нет? В Московской городской думе вообще нет списочников Там 45 депутатов, одномандатников Которые представляют различные территории Москвы А давайте мы так же сделаем Смотрите, здесь вопрос к самой идее Точнее вот расшифровываю Мы вынесли вот саму эту тему На обсуждение сильно заранее Потому что пока, да, мы в кругу депутатов Нас не трое, на самом деле больше С кем я обсуждал эту инициативу С кем мы разные подходы обсуждали К улучшению работы депутатского корпуса К его оптимизации в хорошем смысле этого слова К приближению депутатов к избирателям То есть мы решили так, что пока есть некий концепт То есть Кировская область, регион не очень большой И законом нам определены рамки от 36, от 35 до 90 депутатов Это федеральным законом мы можем сделать Нам необходимо подобрать оптимальное количество депутатов Которые будут и мобильные, энергичные, эффективные В представлении интересов территории И не будут серьезной нагрузкой для бюджета Соответственно, от числа депутатов Мы переходим и к численности аппарата законодательного собрания То есть это конкретные затраты Вполне себе немаленькие На обеспечении деятельности Ну сколько? Слушайте, ну там серьезные цифры Десятки миллионов рублей идут Следующий этап, куда надо смотреть Это количество депутатов, работающих на освобожденной основе Ну, которые зарплаты получают Необходимо ли нам такое количество депутатов На освобожденной основе Это тоже отдельный вопрос Который проистекает из первых двух И вот когда я лично говорю со своими избирателями на округе Ну, ездил, даже находясь в отпуске, там встречался Я задаю вопрос, начинаю проговаривать Люди говорят, ну, мы за Мы считаем, что, ну, наверное, время всем затянуть пояса И самое главное, там, количество депутатов никак не влияет На эффективность работы законодательного органа Вы просчитывали как-то с коллегами Примерно экономия может сколько составить? Для того, чтобы нам просчитать экономию Так Вот мы готовы сесть и проговорить механизмы С представителями всех парламентских партий В пятницу мне звонили и Сергей Павлович Мамаев И Владимир Александрович Костин звонили Мы с ними сядем и проговорим различные подходы, варианты и механизмы По нашему предложению А дальше уже будем считать, собственно говоря, экономию То есть вопрос в том, чтобы приблизить депутатов Увеличить статус депутата законодательного собрания Так а может, Роман, вот простите, да, пожалуйста Убрать молчунов Может быть тогда просто сократить количество списочников Но увеличить количество одномандатников? Или закон нам этого не позволяет? Аня, мы готовы все варианты обсуждать в рамках дискуссии Закон ограничивает нас только в количестве депутатов Не больше, не меньше, да, уж 90, поверьте, нам точно не надо Вот, но остальное, вот, нутрянку мы готовы обсуждать Вот давайте посмотрим вообще предысторию этого вопроса в Российской Федерации В 2014 году первыми предложили сократить централизованное количество депутатов Представительных органов регионов фракции ЛДПР в Госдуме Первый заместитель руководителя фракции Предложил 30 человек на все регионы максимум сделать Ряд коллег в регионах Там, несмотря на то, что эта норма не была поддержана Они задумались И, например, в 2015 году в Карелии С 50 до 36, по-моему, да, было сокращено количество депутатов Причем все фракции проголосовали, кроме фракции Яблоко Проголосовали единогласно там и эсеры, и коммунисты, и ЛДПР И в итоге парламент Республики Карелия работает не менее, а еще даже более эффективно Чем при большом количестве депутатов в Устышах Очень интересно, сколько экономит парламент Республики Карелия Роман Титов в нашей студии Мы сейчас перерыв сделаем на полторы минуты И к этой теме еще вернемся Особое мнение На 101FM Вице-спикер законодательного собрания Роман Титов в нашей студии Мы продолжаем говорить про инициативу ряда депутатов О сокращении количества депутатов Но не этого созыва, а следующего И последующих, возможно Да, я, кстати, хотел бы обратить внимание Видел уже у коллег Из других парламентских фракций Да и сегодня на работу вышел Со своими коллегами По фракции «Единая Россия» пообщался То есть есть разные мнения Но все почему-то стоят на партийной позиции И считают, сколько тут мандат пришел Мандат ушел Вот давайте смотреть на все наши предложения Исключительно с позиции эффективности работы А не сохранение каких-то там мандатов Не о партийно-фракционных интересах мы говорим То есть к территории привязан кандидат-списочник Хочется привязать к территории Кандидата-домандатник Хочется к территории привязать и списочника Для этого их не должно быть там два-три Там от одного избирательного округа Как порой случается Хочется закрепить их, чтобы они работали нормально Хочется, чтобы списочниками были там Не люди, которые обязаны всем Исключительно парламентской партии Которая их провела А чтобы по спискам проходили Локомотивы, ломы от парламентских партий Узнаваемые лица, которые реально их знают люди А не, пусть простят меня коллеги, никого не имею в виду Тихие серые мышки, которые попадают в законодательное собрание по спискам И выполняют исключительно то, что их конкретная фракция говорит Что мы предлагаем? 40 депутатов Как для начала обсуждения Не 54, то есть на 14 человек меньше 27 одномандатных округов Как и раньше, не надо никакой перекройки Сохраняется 27 одномандатников И, соответственно, у нас получается 13 списочников То есть эти списочники Это будут реально, еще раз, узнаваемые люди Случайный человек в это число не попадет Это предложение на обсуждение Времени у нас, для того, чтобы это обсудить В разных форматах Полно и к обсуждению мы готовы Полно это сколько, если выбор в следующем году? Когда должно быть принято решение? Точка чья, это полгода до выборов То есть это март следующего года Поэтому мы заранее предлагаем коллегам Выходить на обсуждение В совершенно нормальном диалоге Поверьте Если бы это было какое-то Стопроцентное железобетонное решение Вообще по-другому действовать Да, я хотела вот что спросить Я тут немножечко посмотрела И мы с вами до эфира это обсуждали Сколько у нас сейчас депутатов Одномандатников От разных политических сил? 27 человек Сколько из них от Одинной России? Для начала, мне все это напоминает Дискуссию о том О налогах Которую нашла в последнее время И мы все опирались на цифры 2018 года Мы сейчас будем опираться на цифры 2016 года Сегодня 20-й Давайте обопремся У нас 27 депутатов Одномандатников Из которых один депутат Это представители оппозиции Справедливая Россия И соответственно же 27 списочников Из которых 16 это представители оппозиции Речь идет о некой перекройке И прочее, прочее Тем более политическая ситуация Она изменилась И вы это сами видите У нас были до выборов В Кировскую городскую думу И по округам Где традиционно была сильная Единая Россия Прошли одномандатниками Представители справедливой России То есть вопрос еще раз Без политического окраса Повысить эффективность Точно без политического окраса Слушайте, поверьте Если был политический окрас Было бы все по-другому А что им делать этим экспертом, Аня? Ряд экспертов говорит следующее Вся вот эта ваша инициатива Она заточена определенным образом В интересах Единой России Потому что мы видим По количеству одномандатников Что Единая Россия По одномандатным округам Прошла 26 депутатов Одномандатников Это депутаты от Единой России И только один человек Это представитель оппозиционной Оппозиционной политической силы Аня, следующий вопрос Почему депутаты Единой России Кандидаты прошли по этим 26 депутатов Я не знаю Потому что это наиболее узнаваемые Известные люди Может быть у них ресурсов было больше Для того, чтобы привлечь Наиболее узнаваемых людей Или ресурсов для Повышения своей узнаваемости Чем у справедливой России Тогда следует что на выборах В Кировскую городскую думу У представителей оппозиции Что ли было больше ресурсов Вот давайте так Выборы это вещь состязательная И чем больше будет состязательность На одномандатном округе Тем больше выиграют избиратели Это хорошо Потому что те Кто раньше там Тихонько паровозиком заходил Они будут вынуждены Идти на округах Это повышение конкуренции Это повышение Скажем так Рост эффективности Потому что люди Получат своего защитника Они имеют возможность Выбора из большего количества Узнаваемых Известных Интересных Людей Это конкуренция Идей Мыслей И в конце концов Это оживление Политической жизни В регионе Но самое главное Чтобы не было потом Проблем с регистрацией Кандидатов Как это часто бывает Я вот сейчас наблюдаю За выборами Предстоящими В Нижнем Новгороде Ребята от яблок Пытаются зарегистрироваться И как там просто Режут и чехвостят Их там подписи Собранные Вроде бы честно собранные И мы знаем Что эти механизмы Они тоже иногда Применяются Не помню такого По результатам кампании 16-го года Вот не помню Не было такого В 16-м году Было 54 депутата Может необходимости Не было громко кричать Все попали Кто хотел Давайте просто обсуждать И смотреть Мы с органами власти С региональными Готовы на эту тему Разговаривать Это должен быть потом В итоге По итогам обсуждения Закона Это проект закона Это изменение В устав Кировской области Разумеется Поэтому мы и наставим На широком обсуждении То есть в силу того Что затрагиваются Интересы большого количества людей Необходимо Чтобы эта тема Обсуждалась Была известна людям И было учтено Мнение населения И вот Я бы со своей стороны Все-таки вам Ну не знаю Посоветовала Посчитать как можно быстрее Экономию То есть тот финансовый эффект Который вы планируете получить Не только вот Такой стимулирующий эффект Но и финансовый тоже Мне кажется Для обычных людей Это важно Не знаю Обычного человека Мне кажется Всегда порадует Что кому-то что-то Не досталось Место в Заксобрании Например Хорошо Продолжаем У нас остается не так много времени На самом деле И достаточно много громких тем Я бы хотела еще попросить вас Роман прокомментировать Предложение Которое было сделано Тоже на прошлой неделе Это предложение Это предложение назвать Улицу В Слободском Улицу В честь депутата Николая Дубравина Николая Дубравина Я напомню Да Недавно трагически погиб В аварии Вот Был депутатом Законодательного собрания Представлял Слободского Взагсобрания И был депутатом Слободской думы Ну вот такое предложение Хорошее мне кажется Предложение Правда Много он сделал Для Слобожана И память о человеке Можно было бы так сохранить 20 лет Знал Николая В день Когда Накануне ночи Точнее Когда он трагически погиб Он звонил мне в приемную Так и не узнал Почему И в чем Что хотел спросить Потому что был в районе На выезде В этот день Ну то есть Ну никто не знает Да Успешно человеку перезвонить Или нет Никто не знает Совершенно трагическая история И я считаю Что Николай Был Таким Настоящим народным защитником Мы часто с ним общались И где-то спорили даже И на повышенных тонах Он умел на повышенных тонах говорить Само предложение Увековечить память Дубравина Правильное Но здесь мы сдержаны Документами Потому что Специально поднял Свежее решение Слободской городской думы От 18 марта 2020 года То есть прямо этого года решение Да Введено положение Об утверждении О порядке присвоения Изменений наименований Улицам 5 лет Должно пройти С момента смерти человека Если он не герой Советского Союза Не там Заслуженный житель Кировской области Для того чтобы вопрос Об увековечении памяти Рассматривался В плане Наименования улиц Это немного 5 лет Потому что в Кирове Вообще В российской практике 10 лет Как правило То есть Слобожане Здесь они Планочку даже Взяли ниже Федеральной И мне кажется Вопрос сейчас Надо Ставить о том Чтобы ну Скажем так Есть вопрос Более первой значимости Это в устройстве Места захоронения После того как Год пройдет Здесь посильно Готов участвовать Помогать А исключения Даже в этом случае Исключения четко Определены И к сожалению Дубровин под эти Ограничения не попадает Понятно Наверное ведь есть И способы Как-то по-другому Пока Да Увековечить память То есть я не знаю Там памятная табличка Какая-то может быть Не совсем хорошая Там история Да А вот например Сделать какую-то Там площадку условно Да Для жителей Сквер какой-то Еще что-то То есть вот Новопоявившееся Что-то Я думаю что-то Если не переименовывается Что-то произойдет Потому что Ну наверное Там главное Достижение Николая Это не только Его Ну общественная деятельность Это его Дети Сыновья И Скажем так С учетом того Что они все Активные спортсмены И они Общаются С Большим количеством Горожан Наверное можно И в плане Проведения Спортивных мероприятий Ну то есть Какому-то турниру Да-да-да То есть тема Может обсуждаться И должна Обсуждаться На мой взгляд Продолжаем У нас остается Еще три минуты И я бы хотела Роман попросить Вас еще Прокомментировать Историю С запретами Коронавирусными Да Со всеми Этими ограничениями Которые в очередной раз Были продлены Сейчас они продлены Как я понимаю До 10 числа До 10 августа И есть Большое непонимание С одной стороны Там да В том числе В предпринимательской Группе В телеграме На том канале Где обсуждается Все вятский бизнес Почему в Москве Разрешили кинотеатром И в Подмосковье Открыться 31 числа А в Кирове Нет У нас что Цифры выше У нас действительно Последние дни Если там Динамику Посмотрим Вопрос же Не в цифре Суточных заболевших А вопрос Коэффициент Соотношения Заболевших Выздоровших Свободного Коечного фонда В Москве Как мы знаем И видим Коечный фонд Избыточный То есть Очень много Создали На случай Возможной Сильной вспышки Некоторые площадки Были не задействованы У нас К сожалению Мы сдержаны Существующими Ограничениями То есть Поэтому Ограничения На работу Кинотеатров Пока в Кирове Сохраняются В этой же группе Вчера Просто тоже читал Были такие обсуждения По поводу Кто-то сказал По поводу того Вторая волна И жуткий карантин С 20 сентября 20 сентября Всех запрут Жуткий карантин 5-10 И разумеется У всех есть Информированные источники В администрациях Которые вот прям сказали Вот у меня Такого информированного Источника нет Я не исключаю Что Органы государственной власти Проводят Мобилизационные мероприятия На случай второй волны Которую там возможно Прогнозируют Планируют и коечный фонд И ограничительные мероприятия Возможно В смысле Это репетиция просто Не репетиция Это обеспечение Мобилизационной готовности Потому что То что у нас было Весной Было связано с тем Что вирус неизвестен Как он пойдет По стороне Неизвестно Коечного фонда Не было Лекарств не было Вакцин не было То есть Сейчас 47 прототипов вакцины Два Опробированных Доказавших активность препарата И существующий уже Медицинский опыт Свежие рекомендации Которые чуть не каждую неделю Минздравом утверждаются Хотя понятно Как с этим вирусом работать Как ограничивать Как лечить Как ограничивать активность Вот я уверен в чем В том формате Как весной Ограничительных мероприятий Ни в Российской Федерации Ни в Кировской области Не будет Это связано с тем Что у нас теперь есть возможности Для противодействия Это связано с тем Что мы уже оценили Или с тем Что мы просто не потянем Еще раз Вторую волну Потянем Скажем так Разумеется Это вторая волна Она прогнозировалась Просчитывалась И поэтому Когда я говорю Об готовности То есть необходимо Расчетное количество Коечного фонда Препаратов Т.д. и т.п. Но Мы имели дело С неизвестным вирусом Поэтому был масочный режим Самоизоляция И прочее Сегодня Мы работаем Уже по-другому То есть И если будут Какие-то локауты На мой взгляд Это будут локальные локауты В местах возможных вспышек А вовсе Не полное ограничение Которое Скажем так Сильно погрузило Нашу экономику Вниз Хотелось бы в это верить Роман Титов Лице-спикер Законодательного собрания Председатель комитета По бюджету и налогам Был сегодня в особом мнении Яна Лапшина С вами прощаюсь Роман До свидания До свидания Особое мнение На 101FM